Добрый день! Сегодня мы начинаем работу над настоящим шедевром переплетного дела. Здесь речь пойдет даже не о самой книге, хотя это тоже редкое издание, это собрание сочинений Михаила Юрьевича Лермонтова. Сейчас, секунду. 1842 года. А больше даже мы хотим поговорить с вами о переплете. Посмотрите, какая красота. Это переплет из бархата с золотым тиснением. Какое глубокое тиснение, какое яркое, горящее золото и как переливается бархат на свету. Надеюсь, что вам это видно так же, как и мне. Книга поистине шикарная. В каждом своем элементе, помимо бархата и тиснения, здесь у нас представлены золотые обрезы. Тройной золотой обрез по всем трем сторонам. Самое удивительное и просто... я даже не знаю, какие слова подобрать к этому элементу. Это у нас с вами форзицы. Посмотрите. Это форзицы из муарового шелка. Это не бумага, это ткань. Шелковые муаровые форзицы встречаются крайне редко. Вообще, надо сказать, что это практически эксклюзив в нашей работе увидеть такой переплет. К сожалению, время не пощадило этот переплет. Книга распалась. Сам блок в хорошем состоянии, с ним у нас будет мало работы. А основную работу нам придется проделать с переплетом. Не знаю, делали ли эту книгу в подарок кому-то или кто-то ее для своей коллекции. Но, скорее всего, это был именно подарочный или подносной экземпляр. На передней сторонке присутствуют инициалы владельца книги. Кто он, мы, к сожалению, не знаем. А нам предстоит восстановить эту красоту и вернуть книге былую жесткость конструкции. Вернуть корешок на место. Пойдемте работать. Сейчас нам нужно доразобрать блок. Отдельно будем работать с блоком. Нам необходимо укрепить последние кетрадки, подшить их к блоку. Так и сам блок по себе крепкий и работы особо много он не требует. Многие наши постоянные зрители, наверное, уже привыкли к этой операции. Очистка корешка от старого клея, от старой бумаги. Но пропустить мы его не можем, потому что это значимый и важный элемент работы. Как обычно, мы покрываем корешок клеем. Как говорится, клин клином вышибаем. Для того, чтобы размочить старый клей, покрывают его новым. Сейчас после покрытия накроем пленкой или бумагой и будем ждать, пока он отмокнет. О, так прекрасно все отмокло и прекрасно чистится. Вообще, надо сказать, что эта книга, конечно, была сделана очень хорошо. Близко к идеалу. Блок в целом в отличном состоянии. Нам надо подшить только последние тетрадки к блоку. Это единственное, что не так. И форзаться. Поэтому эту работу мы выполним в первую очередь, чтобы потом уже спокойно работать с переплетом. КОНЕЦ Мы укрепили уголки и уже их подтонировали. Этот процесс мы не стали снимать. Он достаточно простой. Просто провели тонировку, чтобы, если даже и будет просвечивать картон, поскольку мы же не меняем покрывной материал, то чтобы это не было видно. То есть провели тонировку в цвет покрывного материала, в цвет бархата. У нас оторван корешок у данного переплета и нам необходимо вернуть его на место. Для этого мы берем ткань, которую наклеили на реставрационную бумагу. И прежде чем возвращать корешок, приклеивать его, мы делаем такую основу. Это наш будущий корешок. Сейчас, конечно, он выглядит непохоже, сильно отличается от переплета, но в дальнейшем все это выровняется. Так, у нас уже начинает прорисовываться переплет. Вот здесь мы видим с вами крышки соединены между собой. Теперь нам нужно завернуть ткань на переплетные крышки, на картон. Параллельно с переплетом переходим к работе с блоком. Он у нас, как вы помните, был в хорошем состоянии. Мы лишь провели там несколько работ, дошили отстающие тетради и форзицы. У книги и форзицы были сделаны на кожаном фальце. Кожа вся пересохла и ее уже было не сохранить. Мы подобрали схожую по цвету кожу и вот сейчас вклеиваем в блок фалец. Финал нашей работы уже виден на горизонте, хотя еще не так близок, как хотелось бы. Мы переходим к процессу вклеивания блок в переплетные крышки. Сам блок уже вклеен, теперь приклеиваем шнуры. После этого перейдем к форзицы. Очень аккуратно наносим клей при приклеивании форзицы, потому что важно, чтобы не было все это очень влажным, и чтобы он не пропитался сквозь ткань. Мы же помним, что у нас форзицы из шелка, поэтому клей наносим очень-очень аккуратно. КОНЕЦ Работа над книгой завершена, и мы с вами можем посмотреть более подробно, что было сделано, и как сейчас выглядит данное здание. Даже после проделанной работы по реставрации переплета, я с особой осторожностью держу ее в руках, потому что она из бархата, и просто вот тактильные ощущения передать вам очень сложно. Во время реставрационных работ мы не трогали покрывной материал, тиснение, все осталось так, как и было изначально задумано мастером-переплетчиком XIX века. Мы с вами можем обратить внимание на богатое золото, которое сохранилось. Мы его никак не прописывали, не делали дополнительное тиснение, все сохранилось в изначальном виде. У переплета сохранен тройной золотой обрез, как мы и говорили в самом еще начале. Кстати, хочу заметить, что золочение обрезов, это один из способов сохранения блока от попадания пыли вовнутрь. У книги прекрасная форзаца из шелка, из ткани, не просто муаровая бумага, а реально муаровый шелк. Он очень красиво переливается на свету, но, к сожалению, видео не передает в полном объеме весь, всей краски этого материала. Мы заменили фалец, который рассохся. Фалец абсолютно идентичный, кожаный, такого же цвета. Внутри, в книге, работы особо не проводились. Единственное, мы подшили отстающие тетради и форзацы. Вот тут такой прекрасный лист есть. Это незаполненный подносной лист, на котором должно было быть записано дарственная надпись. Само издание 1842 года мы уже как-то демонстрировали в видео с работой над этими книгами, над книгами этого издательства. И в тот момент у нас было четыре отдельных книги. Если вы помните, там три части вышли в 1842 году, а третья часть вышла через год или через полтора года, точно сейчас не вспомню. Это первое посмертное собрание сочинений Михаила Юрьевича Лермонтова. Издатели провели огромную работу, собирали все произведения, которые были у друзей, знакомых, где-то в местах пребывания автора, и постарались все их совместить. Присланного материала было так много, и его еще приходило после публикования вот этих трех частей, что они потом дополнительно издали четвертую. Книга отреставрирована, все места утрат восстановлены, восстановлены тканью, не бархатом, сразу скажем, тканью. Места стыков мы затонировали. Тонировку постарались подобрать в цвет бархата, но понятно, что бархат очень сильно переливается, поэтому сделать это так же, чтобы он так же переливалась ткань на свету невозможно. Мы постарались выбрать средний тон. Этот переплет, этот шедевр переплетного дела отправляется на полки частной библиотеки. Мы очень рады, что вообще существуют коллекционеры, существуют люди, кто сохраняет такое богатство, и что эти книги будут долго жить, пройдут не одно поколение, и будут радовать глаз еще долгие-долгие года. Мы в свою очередь благодарим всех, кто был с нами на протяжении этих нескольких минут, кто оставляет комментарии, делится нашими видео. Это очень приятно, все мастера читают, мы следим за всем. Спасибо. Мы отправляемся работать дальше, а вы оставайтесь на нашем канале. Спасибо. До свидания.